Как соотносятся энергозатраты при беге и ходьбе у людей со средним уровнем физической подготовки? Может ли ходьба быть подходящей альтернативой бегу для людей, которые не могут или не хотят бегать? Существует ли разница в расходе энергии на преодоление одной и той же дистанции разными способами, а конкретно между ходьбой и бегом? В борьбе с лишним весом эта информация может быть интересна, так как не всем бег доступен с первых тренировок. И сегодня мы узнаем, стоит ли ходить, если бежать тяжело. Либо наоборот, как в моем случае, когда уже скинул 20 кг, облегчил вес и выработал достаточно выносливости, благодаря участию в многочисленных марафонах по скандинавской ходьбе. Недавно я задумалась, а может пора переходить на бег? Идея исследования Изучить энергорасход во время ходьбы на 1600 метров с разной скоростью преодоления дистанции у людей со средним уровнем физической подготовки. Испытуемые и дизайн Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет были набраны из разных университетских групп. 30 молодых людей, 15 женщин и 18 мужчин. Приняли участие в этом эксперименте. Участники в разные дни должны были выполнить два протокола. Ходьба на беговой дорожке на 1600 метров, скорость 86 метров в минуту или 5 километров в час. И бег на беговой дорожке на 1600 метров, скорость 160 метров в минуту или 9,6 километров в час. То есть для ходьбы и бега были выбраны скорости, достижимые для большинства молодых людей со средней физической подготовкой. Что измеряли? Результаты большинства исследований, посвященных изучению энергорасхода ходьбы и бега, свидетельствуют о том, что при беге на 1600 метров затрачивается большее количество килоджоулей, чем при ходьбе на то же расстояние. В этих исследованиях в качестве участников использовались в основном спортсмены с уровнем физической подготовки выше среднего. Кроме того, ни в одном из этих исследований не сообщалось о посттренировочном потреблении кислорода после этих двух видов деятельности. Исследование потребления кислорода после ходьбы на 1600 метров и бега на 1600 метров у людей со средним уровнем физической подготовленности необходимо для определения общих энергозатрат, включая тренировочный и посттренировочный периоды в обоих видах деятельности. Энергорасход измерялся перед тренировкой в течение 10 минут спокойного сидения, во время ходьбы или бега и после тренировки в течение 30 минут. Результаты Энергорасход во время упражнения и общий энергорасход был значительно выше при беге по сравнению с ходьбой. При сравнении энергорасхода мужчин и женщин у мужчин он был больше. Энергорасход после ходьбы и после бега не отличались от значений в состоянии покоя к концу 15 минуты после упражнения. Для ходьбы через 5 минут после тренировки значение энергорасхода было на 60% выше, чем в покое, а к 10 минуте на 10% выше. Для бега через 5 минут после тренировки значение энергорасхода было на 79% выше, чем в покое, и к 10 минуте на 36% выше, а к 15 минуте на 11% выше, чем в покое. Выводы Хотя существует статистическая разница по энергорасходу между ходьбой и бегом, вызывает сомнение, является ли эта разница клинически значимой, поскольку она составляет 98,49 кДж, то есть 23 ккал за упражнение. Дополнительный энергорасход во время восстановления для ходьбы составил 90,8 кДж или 21 ккал и для бега 192,97 кДж, 46 ккал. Бег может быть предпочтительнее для людей, которые хотят затратить меньше времени и потратить больше калорий при прохождении стандартной дистанции. Разница по энергорасходу между ходьбой и бегом на 1600 метров у данных испытуемых составила 26%. Вот такое исследование сегодня у нас на обзоре. Обзоры других исследований Вы можете найти в плейлисте «Исследования». Подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе новостей из мира фитнеса и нутрициологии.